Кто-то осень опаздывает на поезд. Очень-очень. Привет! Меня зовут Полина, и мы сейчас садимся вот с этими двумя людишками, с Егором и Аней. Поезд наш до Москвы. Он отправляется уже через пять минут, я только что пришла. Вот, и у нас начинаются новогодние каникулы в Москве, на которые я чуть не опоздала, я просто сейчас сбежала. Ребята меня дождались. Так вы остались все вместе здесь? Нет, Полина, ну поехали, прошло. Не удалось. Ладно, до встречи завтра в Москве в пять утра. Что говоришь? Когда ехать нельзя, несет такой знак, а остальное, типа... Ага, это движение, когда тебя наклеивают, наклеить, типа... Мы в Москве! Такая вот добрая уточка. Идем на ветро, чтобы поехать куда-нибудь позавтракать, потому что мы хотим позавтракать, потому что у нас еще очень-очень много утреннего времени, и нужно чем-то заняться в столь ранний час. Красиво! 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 Мы приехали в парк Горького сейчас. Сколько времени сейчас? Скажите мне, пожалуйста. Без 20.10. Уже. Уже без 20.10. Так быстро идет время. Мы приехали в парк Горького. Потратили полчаса на то, чтобы сфоткаться в фотобудке. Ну, это не фотобудка, а такой автомат, который фоткает. В общем, сделали суперклассные фотки на память. Все, как я хотела. И сейчас гуляем по парку Горького. Смотрим, что тут. Да и как. Хотя я тут уже гуляла. Но показываю ребятам. Экскурсии провожу бесплатные. Вообще, мы так и особо ничего не спланировали на сегодня. Решили, что будем просто делать... Ой, Белочка, реально. Будем делать просто все, что придет к нам в голову. И ездить туда, куда... Итак, друзья, абсолютно непонятным образом у меня закончилась память на фотике. Потому что я не скинула все видосы со своего дня рождения еще. Еще кучу видосов. Почему-то я забыла скинуть на ноут. Вот, память закончилась. Поэтому пока что я буду снимать на телефон. Надеюсь, что качество не особо хуже будет. А когда мы уже снова поедем в хостел, я скину видосы с фотика на ноут. Все удалю и буду снова снимать на фотике. А мы сейчас приехали в Москву-Сити. Идем по Афимолу. Будем вдохновляться и заряжаться энергией Москву-Сити. Потому что меня это очень зарядило летом. Приехали в Москву-Сити. Думали, поднимемся наверх. И думали, что это будет стоить нам 500 рублей. Но оказалось, что это стоит где-то 1200. И нам стало немного жалко. Потому что мы все-таки бедные студенты. И, короче, не пошли мы наверх. Сейчас пойдем, сходим на смотровую площадку, чтобы издалека посмотреть на эти башни. Пофоткаться. И все. Только что мой телефончик не обрезался в стол. Егор, как тебе верхнее, как мы? Я хотел на нижний попасть. Аня, тебе так верхнее, как мы. Здравия? Лучше, чем белорусская. Платформа слева. Ну, что мы делаем сейчас? Уезжаем с верхних котлов. Едем домой по самому конченному плоршюру. Решили покататься на МЦК, чтобы посмотреть на Москву. Вот, смотрим на верхние котлы. Очень классно. Камеры двигаются. Что? Камеры переключили. Вот, кстати, красивые. Вообще, она тоже переключилась. У тебя переключается, разве? На айфонах никогда не переключилась. Мы идем в отель заселяться. Да, мы приехали уже на нашу станцию. Идем сейчас заселяться в хостел, а потом идем обедать. Я очень хочу уделить. Очень-очень. Заходим в наш номерочек. Так, окно в крыше. Мне нравится все. Я там сплю. Я здесь сплю. А здесь их две походят. Блин. Я думала, это одна моя большая кровать. Но оказалось, что нет. К нам вернулась моя камера. Я почистила память. И на самом деле, на телефон не так удобно снимать, как на камеру. А на нее прямо по-другому. И ты чувствуешь, что снимаешь влог, а не какую-то фигню. И атмосфера совсем другая. И настроение другое. И удобнее намного. Скажите, отличаются ли кадры? Вообще кардинально. Это такие просто разные фур. Мне все равно. Очень отличаются. Вот вы, ребята, скажите. Отличаются ли кадры с телефона и кадры с фотика? Можем здесь выйти на красивую улицу. Ой, это депрессивно, а там стрёмно пишут. Там уже темно. Уже, кстати, стемнело, пока мы были в нашем отельчике. Я в этом. Комнатка у нас неплохая. Все нормально. Не переживайте. Позпим хорошо сегодня ночью. А сейчас хорошо покатаемся на катке. Гумовском, если успеем на него. Потому что нам нужно еще пообедать в братьях Караваевых, скорее всего. Потому что я видела видео у Джулии Пушман, что они с Кариной ходят в братья Караваевы. Подумала, что там можно нормально поесть. Вот сейчас мы проверим это. Насколько там можно нормально поесть. Сейчас стемнело и начинается просто самая красота. Сейчас у вас будет начать новогодних кадров, новогоднего настроения. Вот меня. Мне благодарите. Пришли братья Караваевы. Тут вкусно. Но цены, конечно, не столовой номер один ветерской. К сожалению. Это вкусно. Ребята вот поели на 400 с лишним. Оба. А я, как обычно, на 240. Мой нормальный обычный обед. Потому что я умею контролировать свои расходы. А кто не умеет? Наверное, те, кто обедают на 500 рублей. Нет. Не умеешь, когда ты потратил больше, чем планировал. А это нормально. Бюджетно, смесь. Ну вот Егор вряд ли планировал на 500 рублей обедать. Хорошо покушать. Я покушал хорошо. Ты хотел лучше его покушать и вообще сам что-нибудь приготовить. Чтобы сэкономить. В общем, здесь прикольно. Очень вкусно. Приходить сюда можно. Вау. Приходите. Все, мы купили билеты на каток. Хотели пойти в 5.30. Но уже не продавали билеты на 5.30. Поэтому мы пойдем в 7. А сейчас? Пока ходим, будем фоткаться. И может быть еще в ГУМС ходим поесть мороженое. ГУМСкое. Ну как, мороженое? Очень вкусно. Советуйте? Да. Идите в ГУМ. Вот там. Очень вкусно мороженое. Это просто море. Вкусно. У меня с карамелью на этот раз. Если вы помните, в прошлый раз я ела с ягодами. Было очень вкусно. А сейчас я ем с карамелью. Тоже очень вкусно. Мать, хочу счастья, победили в море, но без пяти сливу, а в мастер. Без пяти сливу, без пяти сливу. Печать минут немного. Он на правильном пути хороша его дорога. Я с ним не буду не так много. Он на правильном пути хороша его дорога. Он на правильном пути хороша его дорога. Тут офигенно. Просто так круто. Я считаю, что нужно обязательно. Это вот просто необходимо. Если вы приезжаете в Москву на Новый год, нужно сходить на каток гумовский. На гум-каток. Это просто прекрасно. Вообще необессуемые эмоции. Тут нормальный прокат. И тут очень красиво. Просто как в сказке. Мне очень нравится здесь. Просто безумно нравится. Привет! Спускаюсь я сейчас в метро на станцию Царицыно. Это очень далекая станция. Я сюда ездила, чтобы видеться со своей подругой Артековской. Хотела, планировала снять еще раньше. Но она меня встретила прямо у выхода из вагона, из метро. Мы с ней вот сразу встретились. Пошли гулять. Тут в Царицыно есть дворцы. Ну, в принципе, логично. Дворец очень красивый. Мы там прогулялись, посмотрели на него, поболтали. У нас вообще было очень мало времени. Мы всего час гуляли. Вообще ничего толком не успели нормально обсудить. И поэтому я толком ничего не снимала. Но это была прям классная встреча. И у нас будет с ней, короче, традиция. Ну, я так решила только что. Что у нас с ней будет традиция теперь перед Новым годом встречаться. Либо время Нового года. Потому что в том году, если вы смотрели мое видео, мы тоже с ней виделись. Во время Нового года в Москве. Я сразу после катка сюда приехала. Кстати, ехала от центра до этого райончика полчаса. И это еще далеко не конечная станция метро. Так что Москва, конечно, миллион раз больше, чем Питер. Узнала я это только недавно. Спасибо, что предупредили, друзья. Вот. В общем, после катка сразу поехала сюда. Гуляли часок. И сейчас я снова еду к ребятам. Наверное, уже в отеле встретимся. И закажем что-нибудь поесть. Я не знаю, суббота так влияет. Сейчас я поднимаюсь на эскалаторе. И просто мужик меня за ногу сзади потрогал. И такой прошел дальше. Убой. И на самом деле это действительно очень страшно. Я даже не знала на это реагировать. Не успела. Он даже не хочет ему ответить. Хотя на дом. Просто на самом деле реально это страшно. Когда столько уких людей. И когда ты один. Не знаю вообще, говорила ли я. Но мы остановились на чистых прудах. Я сейчас... Ребята уже в отеле. Я иду к ним. Они уже поели. Поэтому мне нужно еще поедать где-то. Но мне даже немного страшно. Здесь есть одно. Я по сути чистые пруды. Центр города. Но думаю, что все равно поеду. Пойду в Черемоку. Я сейчас так устала. Просто жесть. Я вообще... У меня такое уставшее состояние после метро. Потому что из Царицына на метро ехать где-то полчаса. И сидела. И прям очень засыпала. Сейчас еще больше засыпаю. Аня, Егор и Наташа решили продолжить еще тусовку. Ночную устроить. Но я поняла, что я вообще не в силах. И мне особо хочется сейчас идти еще куда-то и вообще не выспаться. Просто потусить. Поняла, что не хочу. Что хочу нормально поспать. Восстановить силы. Может быть, завтра поделать какие-нибудь свои лабы. Потому что у меня сейчас просто столько лабораторок. Просто столько долгов. Не только лабораторок. Просто очень много долгов. Я не хотела делать это видео депрессивным. Но скажу вам, что на самом деле... Вот еще вчера, позавчера у меня было ужасное состояние из-за того, что у меня реально очень много долгов. И сдать их у меня неделя. Даже не долгов, а дедлайнов у меня очень много. И чтобы их сдать, у меня неделя. И я из-за этого очень сильно переживаю. Надо мной просто такое облако дедлайнов летает. И мне очень страшно от этого. Нам всем очень страшно от этого. Я вообще боялась, что в Москве меня тоже будет преследовать это облако. Но нет, тут я как-то вообще расслабилась. Забыла обо всех лабах. Мне хорошо. Но не нужно о них надолго забывать. Потому что их нужно сдавать. И возможно завтра с утра я их поделаю. Сегодня я высплюсь. И завтра с утра поделаю лабы. Вот. Было бы идеально. А сейчас, так как я осталась одна в своей комнате, я буду пить чаек. Уже сходила себе заварила. Вот. Вот. Заварила себе чаек. В Кофиксе, кстати. Я вышла из метро, зашла в Кофикс. И купила себе тортик. И рис с курицей. Вот. Сейчас буду кушать морковный тортик. С чаечком. Еще шоколадку поем. И мне будет классно. А еще мы живем на чистых прудах. И тут столько, столько лукашей, бомжей. И всяких вот этих вот людей страшных. Здесь реально очень страшно. И мне кажется, что в Москве жить очень страшно. Я не представляю вообще, как можно идти вот в такое время домой. Но я сейчас очень боялась идти одна до хостела. Потому что там нужно свернуть с главной улицы и пойти по таким небольшим улочкам. Вот. Хотя, по сути, если бы я сейчас ехала к себе в общагу в Питере, то мне бы было нормально. Я и позже возвращалась. У нас все как-то в этом плане намного спокойнее. Если у меня есть подписчики из Москвы, скажите, пожалуйста, как вам вообще здесь живется? Страшно или нет? Часто ли вам встречаются алкаши, бомжи и все такое? Потому что сегодня просто была максимальная концентрация всех вот этих вот приятных личностей. Ну, я сейчас буду отдыхать, расслабляться. И встретимся с вами, наверное, уже завтра. Так что до скорой встречи. Мы выселились из хостела нашего. Мы вещи оставили, поэтому все еще привязаны к ним. Вещи оставили. Вот. Вот в таких вот он двориках находится. А вот его название за мной. Если вам интересно, хостел Рус. Чистые пруды. Немного странное название, но вроде бы он так называется. Ставлю ему 6 из 10. 6,5. Ну, Егор поставил 6. Знайте это. А ты, Аня? Я поставлю 8. Ого. Прикольный постик. А что прикольного? Там прикольно, только у нас комната была, в принципе, нормальная. Стены были бумажные. Завтрак был отстой. На кухне было грязно, посуда грязная. Я не завтракала. Там прикольно, ну, нормальная комната себе душевая, туалеты. Когда нормально пропустили Наташу, и мы зашли туда ночью, и ничего от нас никто не ругался. И приятные места. По сути, так и должно быть, что я не буду. Там всё слышно, даже если ты шёл, потом будешь разговаривать, тебя будет слышно из коридора. Ну, не знаю. Ну, короче, вот. Наши оценки такие. Они должны быть, по сути, разные. Зачем нам, вам одинаковые оценки? Вот, идём сейчас смотреть, как Аня будет завтракать, потому что она пропустила этот шикарный завтрак. А, кстати, у нас на завтрак... Да, у нас был завтрак ключом, стоимость. И нам положили... Ну, мы такие спустились вниз, смотрим, там на столе лежат в упаковке хлопья и шарики каждый день из-за шана. И каша тоже каждый день, которую нам нужно заваривать. Тоже из-за шана. Вот. Обрадовались очень. Наелись. И пошли довольные собираться. Собираться. Нет. Мама, я набросив третий ковки. Иду приобщаться. Да. Мы уже сходили в третий ковку. Потом пошёл дождь. Ребята хотели на... В Заряде ещё съездить. Ну, я такая... Можно я не поеду? Мне нужно делать лабы. А я там была хочу раз. И в итоге мы все вместе решили туда не ехать и пойти просто в постел доделывать наши лабы. Вот такие вот они, студенты Утмон. Даже на отдыхе не могут нормально отдохнуться. Всё время думают об этих тупых лабах. В Москве продолжается сильный дождь. Просто она выгоняет нас как может. Уже, видимо, мы надоели за эти два дня. Мы поужинали в Мугу. Очень вкусно. И едем уже на вокзал. Меньше, чем через час у нас поезд. И всё. Поедем в наш Петербург. Кстати, пока мы сидели в гостеле и учились, я успела сделать одну лабу. Я так рада, что я её сделала. Я не могла её сделать ещё долгое время. И сегодня вот доделываю. И у меня прям так настроение поднимается. Каждый раз, когда я что-нибудь... заканчиваю какую-нибудь работу, какое-нибудь делу очень важное, которое меня триггерит очень долго. И я прям счастлива. Хотя впереди у меня ещё дофига тепла. Но хотя бы одна сделана. Самая простая. Итак, только что я узнала прекрасные новости о том, что у меня зачёты, истории. Я набрала достаточно баллов, а мне не нужно будет идти на экзамен. Я просто мега счастлива. Сегодня такой прекрасный день. И на этой прекрасной ноте сегодняшнего прекрасного дня я буду заканчивать это видео. Мы очень классно с ребятами, которые сейчас на меня смотрят, съездили в Москву. Это были прекрасные выходные. Я освежилась. Переключилась со своих тупых мыслей в сессии, в отчётах и о дедлайнах. Забыла обо всём. Мне было весело, классно. Но завтра, конечно же, я снова об этом всём вспомню. И сейчас даже уже буду делать проект по английскому в поезде. Но мне было круто. И я надеюсь, что это будет нашей традицией ездить так каждый год перед Новым годом в Москву. Я надеюсь, что вам было интересно, что вы получили заряд новогоднего настроения в этом видео, потому что я его получила. А в Питере я вообще уже забыла о том, что скоро Новый год. Вот. В общем, надеюсь, что вам было интересно. И если это так, пишите в комментариях и ставьте лайк. И всё. Люблю, целую. До скорых встреч. Кстати, так как, скорее всего, это видео выйдет уже прямо, наверное, под Новый год, я хочу вас всех поздравить заранее. Ну, для меня заранее, для вас нет. В общем, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы вы очень много путешествовали. И чтобы вы были самыми счастливыми. Всё. С Новым годом! Подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Делайте красную кнопку серой. О, обязательно сделают, я считаю. А ещё, ещё два раза нажмите на колокольчик, чтобы обязательно приходили сообщения о новых видео. Когда следующее видео? Следующее видео через неделю. Ждите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!